Привет! В эфире программа Точка.ру, программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами вот уже целый год! Сегодня в программе. И поработали, и отдохнули. Общегородской Самарский субботник. Обзор из ваших соцсетей. Вид с горы лучше. Давайте подарим Самаре аллею деревьев. Солнечный зайчик, хорек-шурик, мешаня. Страна голосует за очередной талисман. Чего боится ваш пылесос? Все это и многое другое прямо сейчас. Поработал? Отдохни! Несмотря на дождь и снег, весь апрель самарцы активно помогали городу стать чище и красивее. Школьники и студенты, трудовые коллективы, волонтеры и пенсионеры, артисты и музыканты убирали мусор, подметали дорожки и делились своим хорошим настроением с другими неравнодушными жителями. Чистый город начинается с тебя. И телеканал Самарагис также вышел на субботник и весело провел время за уборкой территории. Мы бояре-народ работятий. Такая уж наса боярская доля. Конечно, в субботу погода немного подвела, но все равно. На площади Куйбышева пели и плясали, согревали друг друга чаем и улыбками. Спасибо вам за то, что любите свой город и делаете его чище. Дорогие телезрители, вы тоже можете стать участником нашей программы. Мы запускаем фотоконкурс. Выкладывайте в социальных сетях фото с хэштегом «ГИС Самара в игре». На фото должны быть вы, городская достопримечательность, которую вы считаете главной. И, конечно же, футбольный элемент. Авторы самых креативных фото получат подарки от нашего телеканала. Выкладывать фотографии можно до конца апреля. Итоги конкурса подведем в наших следующих выпусках. На днях в сети появилось короткое, но безумно красивое видео. Самарец Евгений Козлов опубликовал ролик в технике «Таймлапс» с горы Тип-Тяв. Стоит посмотреть и поставить лайк. В самарских пабликах появились записи о том, что нужно поддержать Самару во всероссийской акции «Аллея славы». Организаторы проекта обещают высадить 9 тысяч деревьев в 9 городах-победителях акции. Все подробности можно найти на сайте «Аллея славы РФ». Там же можно будет проголосовать за наш родной город с любого устройства – телефона, планшета или компьютера. Не забудьте сделать репосты у себя на страничках в социальных сетях. Победитель определится 30 апреля. В данный момент Самара находится всего лишь на восьмом месте в списке городов, где проживает более полумиллиона жителей. Пока в лидерах Санкт-Петербург, Казань и Тула. В Рунете стартовало голосование за талисман Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Эскизы с идеями и предложениями символа грандиозного праздника, на который уже через полгода соберутся гости и участники со всего света, присылали авторы из разных стран. В итоге жюри выбрало 10 работ. Они размещены на официальной страничке фестиваля в социальной сети ВКонтакте. «Солнечный зайчик», «Цветы дружбы», «Харек-шурик», «Мишаня» – на то, чтобы выбрать победителя, есть еще несколько дней. Итоги подведут 28 апреля. Предложить своего персонажа мог любой желающий. Организаторы говорят, что чаще всего попадались изображения самого русского зверя – медведя и международного символа мира – голубя. В Инстаграм появилась возможность смотреть фотографии и ставить лайки, когда смартфон не подключен к интернету. Новая функция доступна для устройств на Андроиде. Создатели фотосервиса сообщают, что программа будет работать в режиме офлайн, а это значит, что общаться в соцсети можно будет без подключения ко всемирной паутине. Отныне появится возможность при этом комментировать посты и сохранять фото. Социальная сеть ВКонтакте изменила принцип оценки статуса пользователя. Теперь выходящие из сети сразу попадают в офлайн. Они сохраняют статус онлайн на протяжении еще 15 минут. Ранее система работала некорректно, из-за чего пользователи могли видеть 15-минутную задержку – лаг. Теперь при выходе статус «был в сети» показывает дату последнего посещения без задержки в точности до секунд. Наверняка многим знакома ситуация, когда вы пишете, пишете кому-то в личные сообщения в надежде на ответ, и человек при этом онлайн, и только через 15 минут обнаруживаете, что друг-то уже ушел из сети. Собственно, и сейчас, точное время последнего захода пользователя, сеть служит важным индикатором интернет-активности человека. Чего только не увидишь в интернете. Житель Москвы Павел Харитонов заявил у себя в Инстаграме, что, о, внимание, его пылесос панически боится щелей. Молодой человек пылесосил тумбочку. Тоже, скажу я вам, весьма странное занятие. И когда пылесос натыкался на щели, издавал жалобный крик. Вот такой получился бытовой хоррор. Очень сочувствую пылесосу и одновременно не могу без смеха этот ролик смотреть. А чего боится ваш пылесос? На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, Твиттер, Инстаграм, группа ВКонтакте, Фейсбук и канал на Ютьюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok